МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Біздің арнаны қосқан көрермен кешақсы ақпар, мен қызықты материалдар сынуға дайымыз. Ендеше көрермен бізден бірге болыңыздар. Дорогие телезрители, хотим уведомить вас о том, что в нашем городе начинают действовать новые ограничительные меры. Кыматы көрермендер осы шектеу шарларында барынша үйде болып, өз отбасыңыз бен, өз үйіңізде, дейін сауығыңызды күтіңіздердегіміз келеді. Батыс Қазақстан облысында мемлекеттік санитар, өз үйіңіздерді. Батыс Қазақстан облысында мемлекеттік санитар, для каждой нации дорогоценны наследие оставлены предками. И для казахского народа одним из таких наследий является күй. Күйдің алатын орны ерекші, себебі Қазақтың делебесін ғоздыратын, қошы шекте домбарадан шыққан күйдің Қазақ халқында алар орны бәсен жоғару десі айтсақплат. Ендіше біздің күрермендерге Балбарауан күйінің тарихын ұсынатын боламыз. Балбарауан күй, который является драгоценным наследием Курмангазе. Этот күй был исполнен Ахапом Кабигожиным. Күй наполнен накалом пламени и огня, гремящими порывами и энергией, возбуждающей интерес. В 1936 году композитор Брусиловский использовал күй Балбарауан для финального танца оперы «Ертархын» в исполнении «40 человек». Этот күй является одним из произведений Курмангазе, написанных в период его молодости. Согласно некоторым данным, первоначально он был назван Балбар Ауан. После этого күй претерпел звуковые изменения. Значение названия – расплавляющее внутренний мир, где-то высвобождающее, лишающее свободы заливистая музыка. 26 июня, по мнению астрологов, будет творческий день. Он прекрасен для тех, кто планирует реализовать свои давно запланированные планы. Жаңа күнен жақсылы күткен біздің көрермендерге, бүгінгі күні жылдызы не айтады кен. Ендеші жылдыз жорамал айдарына кезек береміз. Бұл апта сізден материалды тұрғыда үлкен күшші керді. Батылыс әрекетті талабететін кезем болмақ. Сізге өзіңіздің ақшаныздан көрі біреудің ақшасын санауға тура келеді. Банкте, дүкенде немесе есепші болып жұмыстейтіндер үшін бұл қалыпты жақтай. Ал басқа маман елері өзінің жұбайының досының ақшасына немесе несеге сенім артуға мәжбүр бұлуы мүмкін. Тұрпақ Сөз үшін бірлескен ішшараларды ұйымдастыруға, безнесте немесе басқа салада серіктестік орнатуға таптырмайтын уақыт. Яғни бірлескен немесе топты жұмыстей қаржы тұрғысынан сөз үшін ұтымды болмақ. Ал серіктестікті бұзу туралы ойыныздан бастартқан үшін, ондай жағдайда күрделі қаржылық шығындарға сот процесіндегі сәтсіздеке тап болуыныз әбде мүмкін. Егіздер Егіздер үшін бұл апта мәнсап құруға, жұмыс орыны ауыстыруға, және кәсіптік біліктілікті артыру үшін сәттапта болады. Апта басында өзіңіздің ембек қорлығыңыздың, тәсіп еші берлігіңіздің, және кез келген жұмыстың қырсырын бөліуіңіздің арқасында үлкен табысқа жетіуіңіз мүмкін. Бірақ бірден бастық болып кетуге талпын баңыз, аптаның соны келіс өздер жүргізу үшін тиімді болмақ. Шаян Келер апта шаяндар үшін шығармашылыға апта. Материалды қажеттілігі үшін немесе үлкен қаршыға бола өзіңізді зеріктіретін жұмысқа келіспеуге кенес береміз. Егер келіспен жағдайды, аптаның басында қаршылық тұрғыдан қиналып қалуыңыз мүмкін. Себебі өз жұмысын асанатпайтын жаңа ақша бірден келмейді. Көп ақша тапқыныз келсе, сол жұмысты жақсы көрініз. Немесе басқа кәсіпізденіз. Мүмкіндік болып жатса, демалы салғаның жүн. Арыстан Бұл аптада бос уақытыңыз өте аз болмақ. Сондықтан сізден көп энергияны талап етеді. Сіз көп күш жұмсайсыз, бірақ қалтыңызға келі оңай болады. Алайда бос сансып кетпей, денсаулығыңызға көп көңіл бөлініз. Бойыңыздағы жаман әдеттер, шылым шегу, сіздің денсаулыңызға кер әсер етуі мүмкін. Бекеш Бұл жылдыз елеріне осаптада көпшілік алдында жиы болуды ұсынамыз. Ойын сауқ шараларына немесе сақнада өзіңізді сынап көрініз. Егер басыңыз бос болса, жеке өмірінізде өзгерістер болып, ашық болуыңыз мүмкін. Егер отпасылы болсаныз, аптаның бірінші жартысында балаларыңызға көпірек көңіл бөліге тұрсыныз. Таразы Таразылар үшін көп жұмыс түйге тура келеді. Егер демалыққа шығатын ойыныз болмаса, бұл аптасызге жұмыстың көптігіне балансы қиындықтара келеді. Кес келген мәселені, сабырлы түрде шешуге тұрсыныз. Аптабойы тұмбай ембектен сеніз, жақсы нәтижеге жетеласы. Және башылық мұнын байқайды. Бірақ көп жұмыс істеп денсаулығынызға көңіл бөлуді ұмытып кетпеніз. Егер денсаулығыныз сұр берсе, немқұрайлық арамай, бірден дәрігерге барыныз. Саршаян Саршаяндарға қарымқатнаст тақырыбына назар аударуға кенес берледі. Бұл аптада жаңа достар тауып, өзіңіздің екінші жартыңызды кезестіруіңіз әпте мүмкін. Бірақ бұл тұрғыда барлығы өзіңізге байланысты болады. Қырстықтықпен ашушан мүнезіңізді тастамасаныз, айналаныстағы адамдармен арақ атнасыңыз нашарлап кетуі мүмкін. Мерген Мергендер бұл аптада жұмысқа байланысты қиындықтарға тап болуы мүмкін. Асығыз шешім қабылдаудан аулақ болыныз. Егер жұмыстан кетуге ниет етсеніз, жақсылап ойланғанын жүйін. Бұл аптадағы өзгерстер тек жұмысынызға ғана емес, жеке өміріңізге де әсер еті өмімкін. Қиындықтарын барлығын жену үшін бір сәт өз түйсіңізге құлақ салып табандылықта ынтабылыныз. Тауешкі Бұл жылдыз белгісінің иесі болсаңыз, денсаулығынызға көп көңіл бөлініз. Әсіресе үш құрылыс, берегінізге абай болыныз. Жұқпалы аурулардан сақ болыныз. Демалыс күндері жеке жүйенізге әсер ететін ұқиғалардан аулақ болғанын жүйін. Неғырлым тазауада көбірек жүрініз. Суғығыш Келер аптаны суғығыштар өз өздермен жеке қалып өткізген үшін. Бұл сізге өткен аптаға қорытынды жасауға және өзініспен жұмыс істеуге пайдасын тегізеді. Шығармашлық пен айналысыныз. Мүмкіндігініз болып жатса, саяқатқа шығыныз. Денсаулығынызға көңіл бөлуді де ұмыт қалдырманыз. Жеке өміріңізде түсініксіз жағдайларға тап болсаңыз, ешқандай эмоцияға берілмей, сабырлы түрде шешу кеттірсіңіз. Балқтар Бұл аптада уайым үстінде жүресіз. Ақша мәселесі. Яке болмаса, кез келген мәселердің барлығы өзінізге байланысты. Алайда қорқпаныз, жұмысыңыз жемісті болмақ. Аптаның екінші жартысында командымен бірге жұмыс істеуден бас сартып, жалғыз жұмыс істеуініс мүмкін. Завтар қсеш сам, обедам поделес дұрғам, а ужын аддай врагу. Танғастың кім-кімге де болмасын тегізер пайдасы орасан зор. Ал танға асыңызды қалай тамақтану керек. Қандай тағамдарды жүген дұрғастығын сұрақтарға кересі бейне өзігімізге назар аудар санғызды. Овсяная каша – каша из овсяной крупы. Это блюдо традиционно было распространено в Шотландии, Скандинавии и на Руси. У восточных славян, которые варили кашу как на воде, так и на молоке. Последние десятилетия набирают популярность и в других странах, как сытный и полезный завтрак. Овсяная каша, будучи богата петоглюканом, медленно отдает организму калорий и, соответственно, энергию, позволяя дольше чувствовать себя сытым после завтрака. Традиционной основой для овсяной каши является крупа, как пропаренная, недробленная, так и плющеная, шлифованная. Время варки колеблется от часа до получаса. Готовая каша имеет серовато-белый цвет. За время приготовления крупа увеличивается в объеме как минимум в 4 раза. Современные потребители при приготовлении овсяной каши чаще делают выбор в пользу овсяных хлопьев, сильно расплющенных, довольно тонких зерен овса, для заваривания которых требуется минимум времени. Помимо овса и воды, ингредиентами овсяной каши могут быть сахар, соль, молоко, кефир, масло, варенье, мед, сухофрукты, корица, орехи и даже сыр. Чтобы разнообразить завтрак, кашу можно украсить ломтиками свежих фруктов. Дорогие телезрители, впереди вас ждет наша постоянная рубрика «Талантливые дети». Біздің бұлайдарымызды, еліміздің атым болашақта Алиемге тантыр жас-спорчымыз, жас-тай-квандошы Юсіф Радайда. Юсіф Радайда. 12 лет. Обладатель синего пояса по тейквондо, корейскому боевому искусству. В тейквондо Юсіф пришел в 9 лет. Он рос очень активным ребенком, непосидый. Все тут же изменилось. Буквально через пару месяцев у него начало получаться. И родители, и тренеры видели, как ему это нравится, как он старается. Спорт сделал из Юсіфа самостоятельного ребенка. Благодаря спорту, благодаря выезду с командой он стал самостоятельным и ответственным. Отдача со стороны тренеров тоже была. Они были в восторге от него. Поделилась мать Елена Радайда. Очень рада, что сын занимается спортом, что попал в команду Ахметов Тим. В команде царит очень здоровая обстановка. Тренер воспитывает не только физические детей, но также и такие качества, как самостоятельность, ответственность. Ребенок очень изменился с тех пор, как занимается. Я очень рада. Как говорит тренер Аралбек Саинович, Юсіф с первых дней показал такую энергичность. Заряжал всех любознательностью, всем интересовался. Его отношения к тренировкам показывали хороший результат. И со своей старательностью, перфекционизмом он быстро стал обгонять своих сверстников, вспоминает тренер. Юсіф у нас занимается уже два года в команде. За эти два года показал немало хороших результатов за короткое время. Я думаю, благодаря своей дисциплинированности, порсту, характеру, у нас является чемпионом многих международных турниров. Абсолютным чемпионом Западной Казахстанской области в своей категории. И чемпионом Кубка Азии. Юсіф участвовал в чемпионате Кубка Азии в 2019 году в Шимкенте. Завоевал первое место. В Караганде Кубок Победы в 2018 году третье место. В Тольятти второе место. Также принимал участие в городе Ак-Тубе, Уральске. Всегда призовые места занимал. Первые, вторые и третьи. Кроме тейквондо, Юсіф любит играть в футбол. Сам он говорит о себе мало, зато с удовольствием показывает свои тренировки. Тренер очень большое влияние имеет для него. Главная мечта Юсіфа сейчас стать чемпионом мира по тейквондо. Занимаюсь тейквондо я, чтобы развивать такие качества, как сила, выносливость и реакция. У меня в общем 22 медали. А также я являюсь призером и чемпионом турниров по Казахстану. Бронзовым призером Кубка Победы и чемпионом Кубка Азии. Для того, чтобы тело было бодрым, а здоровье крепким, важно пополнять свой организм, поддерживать свой организм витаминами. А витамины содержатся в орехах. Да, ты прав, Ирнар. В детстве мы все любили грецкие орехи. Но в следующем сюжете мы не только расскажем о грецких орехах, но и других видах орехов. Наш организм не может обходиться без жиров. Они ему необходимы хотя бы потому, что наш мозг на 70% состоит из жира. Но полезен не любой жир. Есть нужны продукты, содержащие ненасыщенные жирные кислоты омега-3. Лучшими источниками этих жиров являются рыбий жир, любые орехи и растительное масло, изготовленные из семечек или тех же орехов. Все орехи очень полезны для работы мозга, поддерживают сердце и выводят вредный холестерин. Каждый сорт орехов обладает большим запасом полезных веществ, витаминов и минералов. Но как любой очень полезный продукт, орехи могут быть вредны в больших количествах. К тому же они относятся к продуктам-аллергенам. Поэтому нужно быть внимательными и употреблять орехи с осторожностью. Идеальная доза около кошти в день. Грецкий орех полезен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Калий и магний в его составе укрепляют стенки сосудов, нормализуют артериальное давление и снижают уровень холестерина. Эти орехи можно есть и при диабете, так как имеют низкий гликемический индекс и не повышают уровень сахара в крови. Магний также положительно влияет на состояние мочеполовой системы и обладает мочегонным эффектом, что показано при застойных явлениях. Витамины С и Е обладают антиоксидантными свойствами, замедляют процессы старения и снижают влияние негативных факторов окружающей среды. Миндаль полезен за счет своего природного состава. Он считается прекрасным источником кальция, железа, магния, фосфора и калия. В нем много витамин группы В, а также токоферола. Миндаль полезен для сердца и сосудов, так как он содержит множество ненасыщенных жиров, аминокислот и минералов. Орешки богаты растительными флавоноидами, которые активизируются при помощи витамина Е. Орехи относятся к продуктам-аллергенам. Пробовать новый вид орехов нужно очень осторожно и съедать не больше нескольких штук, а затем следить за реакцией, особенно если человек склонен к аллергии. Возможно и отравление некачественными орехами. Например, незрелый миндаль может быть ядовит, так как содержит цианиды. И, конечно же, лучше не давать орехи маленьким детям, так как ими легко подавиться, и они попадут в дыхательные пути. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. 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 Мы вас приветствуем в нашей студии. Для начала расскажите, пожалуйста, о себе и что для вас танцы? Какую роль играет танцы в вашей жизни? Я говорю, что вы делаете танцы? Я родился педагог-хореограф. Я рада, что я чувствую, потому что я не могу. Я рада, что я чувствую. Я рада, что я чувствую, и я рада. На сегодняшний день вы являетесь педагогом, вы обучаете молодой поколеньке к хореографическому искусству. А почему вы выбрали именно образовательную сферу, нежели сцену? В первую очередь мы говорим о педагоге хореографе. Но я не говорю о педагоге, но я не говорю о педагоге. Я говорю о педагоге, который был в первую очередь. В первую очередь мы говорим о педагоге хорографе. У нас есть одна из артистов, который был в первую очередь. Но я получил педагоги саласы. 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 Продолжение следует. В этом году мы все еще разговаривали, что мы все еще разговаривали. Мы мы в салтанат как ансамбле. Мы везде работаем в то время. Все время намного тормоза к нам. Все же стараются к нам. Они не могут виноваты. Они не могут виноваты. Они будут виноваты и оправдаться. В КАРАНТЕН ВАКТЫ 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 ВАКТОРАНЫ. В то время, вакантин-вақты, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...